В одном из наших выпусков мы уже затрагивали тему лужек и кучек дома, а то есть нечистоплотности собак. Я рассказывала, почему вообще собаки это могут делать и какие на то причины. А еще был ролик, где мы рассказывали, как приучить щенка к туалету. Кстати, если не видели, посмотрите обязательно оба два. Сегодня я хотела бы обсудить вопрос именно меток в квартире, потому что метка и лужа это абсолютно разные вещи, а соответственно и решаются эти проблемы по-разному. Так что, если вы хотите знать, как уточить кобеля метить углы дома, это видео для вас. А перед тем, как начнем, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Давайте прежние разберем причины такого поведения. Еще раз проговорим, что лужи и метки это две большие разницы. Собака преследует разные цели, реакции и действия, решения тоже отличаются. Лужа большое количество мочи, обычно на горизонтальной поверхности, но небольшое это не всегда метка. Капли или небольшое количество урины, при котором собака не принимает позу меченья, это потекание. В таком случае обязательно нужно обратиться к ветеринарному нефрологу, так как это имеет только физиологический характер и является следствием проблем со здоровьем. Коррекция возможна только с помощью лечения, которое должен назначить именно ветеринарный нефролог. Ну и перейдем к меткам. Метка это небольшое количество мочи, которые обычно оставляют кобели на вертикальных поверхностях. Суки крайне редко метят что-то дома или в помещении, но делают это на прогулках. Метка и в том, и в другом случае характеризуется позой и поведением. Собака нюхает, примеряется и метит, поднимая лапу, если это кобель. Присаживается, если это сука. Функция мечения, собственно, маркировочное территориальное поведение. У каких-то представителей такое поведение проявлено ярче и активнее, более навязчиво, у каких-то меньше. В норме собака делает это только на улице, вне пределах своего жилища. С кастрацией маркировочное поведение не проходит, но уменьшается. Поэтому если кобель метит домок, то кастрация является первой и основной рекомендацией для коррекции. То есть метки останутся только на улице, но в меньшем количестве, а дома, вероятно, исчезнут. Но так бывает не всегда. Если сильно тянуть кастрации, то привычка может закрепиться с возрастом. Поэтому, если для вас эта проблема актуальна, не откладывайте. Если пес метит помещение, но не у себя дома, гости, кафе, ветклиника, что-то еще, то в принципе такое поведение считается нормальным. И говорит скорее об отсутствии правил в совокупности с индивидуальной особенностью. Собаке важно перемечивать и помечать. То есть гормоны играют активно, поэтому остается та же рекомендация относительно кастрации. Дополнительно можно поработать с уверенностью питомца. Трюки, развитие, логические игры, разучивание команд. На нашем канале уже есть немало классных трюков, которые можно разучить с питомцем. И будет еще больше. Отписательно подписывайтесь. Важно изучать язык тела животного и просто предугадывать метку. Проанализируйте все ситуации, места, где ваш кабель обычно метил, что он перед этим делал. И просто теперь успевайте вмешаться. Обязательно обозначайте свое несогласие и неодобрение, если собака собирается что-то пометить в помещении. Одна из основных причин нечистоплотности и меток – это отсутствие выгула. В группе риска породы небольших размеров, заводчики которых заявляют, что вывели декоративных собачек, не нуждающихся в прогулках. Брешут. Всем они нужны. А такого понятия, как декоративная порода, вообще не существует. Вам просто решили подороже продать щенка. Маркировочное поведение есть у всех собак. Не имеет значения, весит она 2 килограмма или 22 килограмма. Если у пса нет мест, где можно делать это на улице, то примерно в возрасте 6 месяцев он начнет метить дома. Я не против пеленок, но трехразового выгула в день это не отменяет. Стресс. Вообще от хронического стресса, наказания и скучной жизни резких изменений чаще появляются именно лужи, а не метки. Но если посмотреть на естественную копинг-стратегию собаки, то после конфликта или неприятной ситуации она будет скидывать стресс через мечение территории в том числе. Поэтому и дома также причинами меток могут быть скука, наказание, стресс, ограничение, много стимулов или наоборот мало стимулов. Могу понять сейчас ваше негодование. И как разобраться, много стимулов плохо, мало стимулов тоже плохо. Что делать? Если есть сложности с чистоплотостью вашего питомца, то приглашаю следить за анонсом наших бесплатных вебинаров. На одном из таких, вредная собака, разбираем более подробно эту проблему. Не хотите ждать и начать разбираться уже сейчас? Все ответы есть в курсе «Собака. Инструкции по применению», а также «Сос. Лужи и метки дома». Кликайте по ссылке в описании. Генетическая предрасположенность. И это самый неприятный пункт, так как он не корректируется. В группе риска собаки дорогих небольших популярных пород. Дело в том, что именно ими и любят промышлять разведенцы. Обычно такие миниатюрные представители, как мальтипы, шпицы, йорки и другие, содержатся в ужасных условиях, если ты разведенец. В небольшом помещении в клетках, в котором они бесконечно рожают, испражняются под себя, не гуляют. За ними не ухаживают. И выживают только те щенки, кто изначально более устойчивы к такой нечистоплотной обстановке. Соответственно, у такого бедолажки в целом нет понятия. Там спим, в другом месте едим, в третьем какаем. Могут уцелеть только те, кто к такому как бы толерантен. Ну а далее их продают уже со знакомыми вам словами. Это декоративная порода, выгул не нужен. И даже если песик попадает в очень хорошие руки с прогулками и занятиями, то нечистоплотность все равно может проявиться. Так как понятие тут живем, а там ходим в туалет, так у него и не заложено. Чтобы разобраться, относится ли эта ситуация к вашему питомцу, нужно обращаться к специалисту по поведению. Если да, то собака дома будет носить памперс. Кстати, это не так уж и страшно. Пока я искала причину подтекания у своего кобеля, и пока мы подбрали лечение ему, он ходил в подгузнике дома. В заключение хочу сказать, что метки и нечистоплотность дома, как правило, всегда говорят о каких-то проблемах. И их нужно найти и решить. Пожалуйста, не ругайте своих любимцев, не тыкайте их мордочками в свои лужи или фекалии. Поймите, что они не делают это на злое, и не специально они это делают, а понятие это что-то неприятное, у них вообще отсутствует. Ведь они с радостью едят, валяются в какой-то тухлятине, в какашках, нюхают гениталии друг друга, чтобы получше узнать и так далее. Это у нас, у людей принято считать это постыдным, оскорбительным, но языке собак это только источник информации. Поэтому обучайте все, ищите причины, ну а мы, как всегда, рады вам помочь. Я желаю вашим макроносам послушных хозяев, а вам хороших тренировок. Всем лап гав!